Год 2016 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 Отмечая, где релятивисты откровенно обманывают общественность, искажают реальный ход событий путем замалчивания каких-то важных вех формирования своей романтической догмы. Хотя и без моих подсказок всем трезвомыслящим людям будет понятно, где и почему релятивисты врут. В первую очередь они забывают, в кавычках, конечно, все они прекрасно помнят, забывают упомянуть два исторических факта, предшествующих появлению общей теории относительности на свет. Первый факт такой. В 1801 году немецкий астроном, директор обсерватории Мюнхенской академии Иоганн Георг фон Зорднер написал статью, опубликованную в 1804 году в берлинском астрономическом ежегоднике. Под названием об отклонении светового луча от его прямолинейного движения притягивающим всемирным телом, то есть Солнцем, мимо которого он близко проходит. Автор статьи дал формулу для расчета угла отклонения луча. Эйнштейн молча позаимствовал формулу и использовал в статье 1911 года. В письме 1914 года к своему другу Мишелю Бессо он со свойственной ему самоуверенностью хвастал, «Я более не сомневаюсь в справедливости своей теории, независимо от того, увенчается ли успех на увлечение солнечного затмения». После этой фразы историк науки Пайс, биограф Эйнштейна, написал, «Зигзаги истории несколько раз позволяли ему избегать неприятной ситуации, когда полученный им неверный результат вступил бы в противоречие с опытными данными». После Эйнштейн изменил величину угла перетурбации, как называл его Зорбнер, ровно в два раза. Он получил угол равный 0,84 секунды, при этом использовал устаревшие параметры. Новейшие данные дают угол 0,875 секунды. Сейчас этот угол называют Ньютоновским, хотя правильнее было бы называть его Зорбнеровским. Однако на это имя релятивисты наложили строжайшее табу. Удвоенное значение этого угла, то есть величину 1,75 секунды, стали называть Эйнштейновским углом отклонения. Впрочем, с практической точки зрения, разница между этими двумя углами небольшая, в силу их чрезвычайной малости. Это выяснилось в 1919 году, когда Эдингтон сообщил миру, будто значение Эйнштейновского угла отклонения подтвердилось, а вместе с ним подтвердилась истинность общей теории относительности. О некорректности его измерений рассказывалось не раз, и сейчас мы не станем возвращаться к этому вопросу. Не будем также анализировать ошибки последующих измерений, в частности 1922 года, во время солнечного затмения в Австралии. Источником ошибок всех, без исключения экспериментальных проверок, не только двух названных, является предвзятость. Эдингтон и другие привидельщики брали в расчет только те отклонения, которые больше всего подходят для подтверждения их замечательной релятивистской концепции. После затмения 1919 года вывод о справедливости общей теории относительности был сделан по одному единственному подходящему отклонению из семи имеющихся. После затмения 1922 года имелся массив свыше ста звезд. Из них отобрали 92 звезды. Однако в сентябре 1923 года, когда вновь заявили об успешном подтверждении АТО, было обработано всего семь звезд. Причем один из авторов, Кэмпбелл, рассчитал три звезды порядковыми номерами 62, 77 и 8. Второй автор, Трамплер, обработал четыре звезды 69, 87, 84 и 85. Кэмпбелл скептически относился к общей теории относительности Трамплер, наоборот, горячо поддерживал ее, поэтому первый автор вскоре отошел от дальнейшей работы над результатами измерения. Он понимал предвзятые отношения большой группы проверяльщиков, которая работала в том числе рядом с ним, в его подчинении. Чувствовал надвигающуюся лавину спекуляции, но кого-то наставлять на путь истинный, переубеждать он не хотел. Просто отошел в сторону. Живите, как хотите. Трамплер, напротив, взялся яростно защищать правомерность теории и экспериментальное ее подтверждение. Разумеется, иллюзорное подтверждение. В 1928 году вышла статья с 15 специально отобранными значениями угловых отклонений, и хотя авторами по-прежнему значились два автора, он и Кэмпбелл, ответственность за содержание и выводы лежали, конечно, на трамплере. Об этом подробно рассказывается в моем видеоролике. Эфир, часть 7, искривление пространства не подтвердило. Кто хочет, пусть посмотрит. А мы переходим ко второму историческому факту, предшествовавшему появлению общей теории относительности. Он состоит в следующем. В 1898 году учитель из Штаргарда Пауль Гербер опубликовал статью под названием «Пространственное и временное распространение гравитации». При этом он исходил из понятия «запаздывающий потенциал», на которое в свое время опирались Гаусс и Вебер. В самом деле, если имеется мировая среда эфир, то при изменении местоположения одного из массивных тел потребуется какое-то время для восприятия этого изменения другим массивным телом. Огромное число авторитетных физиков Джи Джи Томсон, Пуан Каре, другие исследователи считали, что масса тела всецело определяется электромагнитной природой эфира. Следовательно, скорость распространения гравитационного взаимодействия в точности равна скорости распространения электромагнитного взаимодействия, то есть скорости света 300 тысяч километров в секунду. Вместе с тем существовала не меньшая группа уважаемых физиков, куда входили Гельмгольц, Риммон и другие физики, считавшие, что гравитационное взаимодействие распространяется мгновенно. Если исходить из бесконечно большой скорости распространения гравитационного взаимодействия, то невозможно объяснить вековое смещение переделия Меркурия в 43 секунды. Если же принять условия Гербера, то это значение автоматически вытекает из получившейся у него формы, которая спустя 17 лет появилась в статье Эйнштейна по общей теории относительности. Это совпадение? Да нет, конечно, данный факт вполне согласуется с натурой автора статьи, поздней статьи. О двух нечестных заимствований у Зорднера и у Гербера сообщил общественности не кто-нибудь, а Филипп Леннард. С тех пор все релятивисты мира объявили последнего врагом прогрессивной науки, антисемитом и пособником гитлеровского режима. Хотя сильно состарившийся, больной, ученый еще задолго до Второй мировой войны удалился от всяких общественных дел, сосредоточившись на написании четырехтомного учебника для всех молодых людей, которая называлась немецкой физикой. Его учебник отличался от всех ранее изданных предельной ясностью, простотой и образностью изложения. Автор призывал учителей Германии руководство здравым смыслом и предельно понятными представлениями. Никакой критики еврейской физики в его учебнике нет. Приписывание автору какого-то антисемитского духа является чистой выдумкой недоброжелателей. Он всегда уважительно относился к евреям, хотя бы потому, что он сам по поведению был наполовину евреем. Его мать Антонина Бауман умерла рано, когда мальчику было три года. Какие-то националистические предрассудки, замешанные на биологической основе, были с рождения. В юности Филипп Горячева выступал в защиту венгерского языка и культуры против немецкой экспансии. Германскую науку он оценил сразу, но немецкое гражданство принял поздно, аж в 45 лет. Расхождение с Эйнштейном произошло в сентябре 1920 года задолго до появления в Германии ростков фашизма, особенно в среде ученых. Во время дебатов, произошедших в курортном местечке Бад-Наухайм, близ города Франкфурт-на-Майне, где проходила международная конференция естествоиспытателей и врачей, Леннард задал в спокойной, вполне доброжелательной форме пару вопросов по общей теории относительности, на которые Эйнштейн не смог ничего вразумительного ответить. Этот эпизод, который именуется также на Ух-Кеймской дискуссии, релятивисты преподносят теперь как травлю теории относительности представителями зоологического расизма, рассуждающего в духе естественности тупого, примитивного Зигфрида, который не способен подняться до высоких, утонченных сфер универсальной натур философии. Ко времени этой дискуссии уже произошло так называемое экспериментальное подтверждение общей теории относительности из наблюдения звездного неба во время солнечного затмения 1919 года. Эйнштейну прочили Нобелевскую премию. Нельзя сказать, чтобы Леннат делал какой-то особый упор на разоблачение Эйнштейна, сделавшего свою научную карьеру на сворованных им идеях. Главным для Леннат было другое – поставить прочный заслон быстро растущей в мире спекулятивной физики. Он видел, что в эпицентре поднявшегося над Европой спекулятивного смерча стоял Эйнштейн, чувствуя свою ответственность перед молодежью, будущими исследователями природы. Леннат, несмотря на свой преклонный возраст и постоянное недомогание, активно включился в борьбу с новой средневековой схоластикой, в которой тонула физика, некогда самая развитая наука. Наукдеймская дискуссия является ключом к тайне и теории относительности. Для понимания того, что произошло всего через год после триумфального события 22 сентября 1919 года, когда Лорен сообщил телеграммы Эйнштейна, что предсказанный им угол оплонения луча света, проходящего вблизи солнечного диска, согласно общей теории относительности, подтвердил Эдингтон, нужно обратить внимание на пять участников дискуссии, проходивших ровно год спустя 23 сентября 1920 года. Этими участниками являются Филипп Леннард, Эрнст Герке, Густав Мии, Альберт Эйнштейн и Герман Вель. Основной диалог состоялся между двумя спорщиками, Эйнштейном и Леннардом. Три других участника выступали в роли союзников. Герке и Ми заняли позицию Леннарда, Вель и Эйнштейна. Текст диалога между ними не сохранился. Владельцы тогдашних печатных изданий, симпатизировавшие Эйнштейну, постарались его надежно потерять. Сейчас в интернете можно найти статью Германа Веля, в которой приедено несколько реплик, которые, однако, не соответствуют действительности. Историки науки знают, что Вель попытался сгладить скандальный провал Эйнштейна. Он вложил в уста Эйнштейна такие ответы на вопросы Леннарда, которые скрывали некомпетентность оппонента Леннарда в области основ элементарной физики. В этих дебатах Эйнштейн поплыл как двойчин на экзамене у сторогого учителя. Сравните симпатичный портрет Эйнштейна того периода с несимпатичным портретом Вайленда. Здесь мы им делаем с типичным пропагандистским приемом, которым широко пользовались тогда и теперь релятивисты. В чем тут дело? Обыкновенный журналист, инженер, химик по образованию Пауэль Вайленд 6 августа 1920 года написал статью «Берлин Эйнштейн Киллер». На его фотопортрете в верхнем левом углу видна дырка, проколота обычным канцелярским дыроколом. Дырка символизирует отверстие от пули. В нижней губе Вайленда пририсована вытекающая изо рта слюна, как у человека, получившее смертельное ранение. С металл фотографии таков. Не Берлин, а ты, жалкий антисемит, убил нашего мудрого, доброго гения. Так знай же, пуля обмщения когда-нибудь убьет и тебя, мерзавца. Других фотографий Вайленда вы сегодня не найдете. В сети имеются фотографии, сделанные из этой, путем наложения ретуши на дырку и слюну. Их аккуратно замазывают. Чем конкретно Вайленд прикончил Эйнштейна? В названной статье и других публикациях, которые были разосланы во все крупные издания, он рассказал берлинской публике о воровстве у Зольднера и Гербера основных формул по общей теории относительности, которые, однако, выводились из соображений классической физики. В начале августа Вайленд создал ассоциацию немецких естественно-испытателей для сохранения чистоты науки, основной целью которой произглашалась борьба с теорией относительности. Автор сам неплохо разобрался в спекулятивных хитросплетениях Эйнштейна, тем не менее он привлек на свою сторону еще десятка-два ученых, критически относящихся к релятивистской концепции. Кроме Леннарда, с которым Вайленд предварительно переговорил, перед тем, как выступил 24 августа в Большом зале Берлинской филармонии, рассчитанном на 1600 мест, основным критиком стал крупнейший немецкий физик-экспериментатор Эрлс Герке. Вместе с Вайлендом он выступил с докладом «Теория относительности Эйнштейна как научный массовый гипноз». Первым за Эйнштейна вступился Макс Лау, который сказал, что в выводах, указанных теоретиками, имеясь неточности, на что Леннард резонно ответил, если бы Пифагор что-то напутал в доказательствах формулы, носящие его имя, от этого формула не стала бы менее ценной. Вайленд пригласил Лау посетить запланированную на 24 августа лекцию. Самым болезненным ударом, обрушившимся на Эйнштейна, был сделан в сторону нравственной позиции недавнего всеми любимого триумфатора. Это поняли все, даже далекие от науки журналисты. В итоге в Берлине разразился неслыханный до сели скандал. Вайленд стыдил газеты, авторах дешевых брошюрок, которые до небес восхваляли отца-основателя нового учения, при этом ничего не понимали ни в физике, ни в механике. Эти незнайки сравнивали Эйнштейна с Галилеем, Кеплером, Ютоном, кричали о наступлении новой научной эры, но фактически они рукоплескали мошеннику. Эйнштейн был взбешен, но внешне сохранял спокойствие. Он сделал вид, будто за карикатурной разоблачительной компанией стоит Леннард, хотя прекрасно знал, что это не так. В то время нобелевского лауреата интересовала одна только наука. Общественной дрязи он всячески избегал. Тем не менее, Эйнштейн решил пальнуть именно по нему. В задиростной газетной заметке он писал, дескать, как экспериментатор, Леннард может быть и силен, но в теоретическом плане ничего не сделал. Его возражения против теории относительности смешны и не заслуживают того, чтобы на них отвечать. Берлинская научная и оклонаучная общественная возмутилась такой неуважительной реакцией в общем-то провинившегося физика. Она потребовала от автора злой саркастической заметки, извинений за оскорбительный тон и разъяснить возникшую коллизию по существу. В то время у руля немецкого физического общества стоял Арнольд Зоммерфельд, давний друг Эйнштейна. Он подружески посоветовал ему извиниться перед Леннардом. Эйнштейн согласился как будто бы пойти на примирение, но так ничего и не сделал для этого. Призыв председателя общества к Леннаду тоже не имел успеха. Прощать человека, который публично назвал его невеждой, он не намерен. Впрочем, можно было бы еще и подумать, сказал Леннард, если бы тот принес извинения публично через газету, где была опубликована оскорбительная заметка. Эйнштейн часто оскорблял коллег и своих близких, но никогда не извинялся перед ними. Этот случай не стал исключением. Свойственная ему грубость и беспардонность была у него в крови, поэтому возникшая межличностная напряженность не только сохранилась, но и усилилась. Леннард порвал всяческие отношения не только с Эйнштейном, но и с его дружками из общества немецких физиков. Общество немецких физиков проводило научную политику в спекулятивном духе релятивистской физики. Леннард демонстративно хлопнул дверью и вышел из этого общества. Приведем фрагменты из примечаний книги Леннарда о принципе относительности, эфири и тяготения, написанной еще в 1917 году, то есть когда Эйнштейн закончил верстать свою общую теорию относительности. Общее впечатление от дискуссии пишет Леннард, в которой кроме названных ученых принимали участие и другие представители математики и физики, подтвердило, по моему мнению, что действительно в указанных в настоящей статье пунктах теория наталкивается на трудности и сомнения, удовлетворительное разрешение которых не так легко можно будет достигнуть. Следовательно, постановка этих вопросов была вполне правомерной. Препятствием к исчерпывающему рассмотрению выдвинутых мною затруднений и вопросов служит, как это еще раз обнаружилось во время дискуссии, та пропасть, которая обычно разделяясь сторонников двух различных методов построения картины природы. Здесь Леннард имеет в виду формально-символический подход и модельно-конструктивный, о чем мы многократно говорили. Приверженцы первого метода, к числу которых в особенности надо отнести господина Эйнштейна, большей частью, по-видимому, не склонны стать на точку зрения второго метода, хотя бы ради того, чтобы наилучшим образом видеть все те затруднения и вопросы, которые именно с этой точки зрения отчетливее могут быть распознаны. Но несомненно, что на какой бы метод представления первого или второго рода ни опиралась теория, безупречной она может быть признана только тогда, когда нельзя выставить против нее возражений ни с той, ни с другой из указанных точек зрения, ибо развитие естественного знания показало, что обе точки зрения вполне законны, и до сих пор все испытания теории представлялись свободными от противоречий с точки зрения обоих методов. Кто проглашает и отстаивает упразднение эфира, тот значит отказывается от построения картины природы по методу второго рода. Но несомненно, что на какой бы метод представления первого или второго рода ни опиралась теория, безупречной она может быть признана только тогда, когда нельзя выставить против нее возражения ни с той, ни с другой указанных точек зрения, ибо развитие естествознания показало, что обе точки зрения вполне законны, и до сих пор все испытания теории представлялись свободными и от противоречий с точки зрения обеих методов. кто провозглашает и отстаивает упразднение эфира, тот значит отказывается от построения картины природы по методу второго рода, но тогда для него закрыт путь исследования проблемы с точки зрения этого метода, и потому от него не приходится ожидать ни разрешения возникших трудностей не связанного с последним прогрессом. Было бы бесполезно пытаться подвергнуть указанные вопросы дальнейшему рассмотрению, и вполне кстати, наук-геймская дискуссия в этом пункте оборвалась сама собой. Не часто, как кажется, встречается сочетание крупного математического дарования, позволяющего легко оплодевать картины мира первого рода, с способностью к тому внутреннему динамическому и физическому созерцанию, который ищет построение мира по второму способу, и наоборот. Упразднение эфира вновь было декларировано наук-гейме на торжественном заседании открытия конгресса. Раньше это было сделано в Зальцбурге самим господином Эйнштейном. Никто при этом не рассмеялся. Я не знаю, впрочем, не встретили ли бы таким образом провозглашение упразднения воздуха. Уже по одному этому можно судить насколько нецелесообразно преподнаносить широкой публике одностороннее изложение принципа относительности в популярных брошюрах и докладах. Что касается отдельных вопросов, то дискуссия дала приблизительно следующее. Два вопроса здесь были обсуждены. Первый вопрос был следующий. Можно ли в случае заторможенного поезда признать невозможно установить, что именно находится в состоянии неравномерного движения, как это требует общая теория относительности, несмотря на то, что последствия неравномерного движения односторонне обнаружатся только внутри поезда. например, падение чемодана с верхней полки. Второй вопрос касается логически недопустимого эксперимента с точки зрения общей теории относительности. Равноценны между собой оба допущения как то, что Вселенная вращается вокруг Земли, так и то, что вращается Земля. Вселенная же находится в покое, но так как в первом случае пришлось бы принять для движения Вселенной скорость, превышающую скорость света, то не означает ли это допущение внутреннего противоречия общей теории относительности, поскольку она сама исключает возможност скоростей, превышающих скорость света. Господин Эйнштейн ссылается как на само собой разумеющиеся на поля тяготения, которые в его теории должны сопровождать каждый случай неравномерного движения. Тем не менее, выходило так, что гипотеза этих полей тяготения только для того и выдвигалась, чтобы установить всеобщее значение принципа относительности и получить возможность применения его ко всем случаям жизни. Но отсюда еще не следовало, чтобы эти поля имели какое-то отношение к действительности, делающие необходимых их признаний, несмотря на связанные с ними теоретические затруднения. При всем этом оставалось вне сомнения, что каждое наступление неравномерного движения сопряжено с известными состояниями окружающего его эфира, или, как предпочитает выражаться сторонники теории относительности, пространства. И пока Эйнштейновские поля тяготения не удовлетворяет запросам здравого рассудка, до тех пор всегда позволительно будет сомневаться в том, насколько правильно они отражают указанные состояния эфира. Но что касается второго из приведенных вопросов, то на него вообще не было дано никакого решительного ответа, и потому можно определенно утверждать, что вытекающий из логически недопустимого эксперимента скорости, превышающей скорость света, представляет для общей теории относительности действительное затруднение. И в других случаях я был изумлен, до чего мало был подготовлен господин Эйнштейн к ответу на мои вопросы, хотя уже два года, как они появились в печати, о чем ему было известно. Несмотря на это, и он, и еще один специалист с совершенной определенностью создавали среди газетных читателей впечатления о безусловном превосходстве его теории по сравнению с выдвинутым мною кругом идеи. так как я не являюсь ни приверженцем, ни противником какого-либо принципа, но хотел бы быть просто естество испытательным, то я принял бы за плюс любое доказательство недостаточной основательности моих рассуждений в каких-либо пунктах. Если бы только такое доказательство было приведено и притом было бы сделано по существу дело, то есть так, как вообще протекала ноугеймская дискуссия. Достаточно принять во внимание, что для любого случая вращения на земле какого-либо тела, хотя бы оно проделывало один оборот в 6 тысяч лет, придется допустить скорость, превышающую скорость света уже для созвездия Ориона и много сот раз большая скорость для во много раз сот более далеких тумальностей, если только мы решительно отказываемся приписывать вращение исключительно нашему телу и считаем возможным приписывать его окружающему мир. Тем самым был бы также разрешен первый из поставленных нами вопросов. Нам надо бы только устранить систему координат, связанную с поездом из числа систем, которые мы можем считать покоящимися, и напротив применить систему координат, связанную с землей в качестве рациональной системы, чтобы вопрос потерял свою трудность. Но этот выход означает не спасение, а упразднение принципа относительности в его наиболее общей форме, в той форме, в которой он был выдвинут господином Эйнштейном. Неограниченный общий принцип сопоотносительности провоглашенный строго последовательно обнаруживает свою несостоятельность на обоих изложенных нами вопросах. Во всяком случае, при таком положении вещей не представляется, что в вопросе о перемещении перигили Меркурия выведенная Гербером правильная количественная зависимость, пусть даже ее вывод не был безупречен. По-прежнему, ввиду того, что она была уже установлена значительно раньше, заслуживает внимания наряду с формулой Эйнштейна, которая тоже, как следует из сказанного лишь кажется строго выведенной из одного принципа. Таково мое мнение об открытии Гербера, совершенно независимо от того, что мне представляется абсолютно недопустимым, как это имело место упрекать в негодных стрепне, так назвали вывод Гербера, который установил некоторую зависимость в а именно конечное уравнение перемещения перигелия, признаваемую нами правильной, то есть совершил таким образом нечто полезное, хотя бы он неудачно присоединил к этому спорное доказательство, без всякого однако намерения выставлять его на показ. Я думаю, что если бы Пифагор только опубликовал, но не доказывал своей теоремы, мы все же и сейчас называли бы ее по его имени ввиду того, что теорема оказалась правильной и ценной. Принцип относительности возможно имеет некую практическую ценность, но не такую, на какой можно было бы построить новое мировоззрение. Это не тот принцип, который был бы призван разом упразднить испытанные, но несколько иначе идущие пути исследования природы. Он дает хотя и новый, но в данный момент весьма оспариваемый путь. здравствуйте, в студии программы наблюдатель Филакова Толстая и сегодня речь нашей студии пойдет о совершенно сенсационном научном открытии или как все уже говорят, что это открытие века. наверное вы слышали в новостных выпусках, что в феврале было объявлено вот 11 февраля совсем недавно о том, что зафиксированы гравитационные волны, зафиксированы еще 14 сентября 2015 года. Я вот видите, здесь остановилась, потому что боюсь сказать вам не точно. установками некоторыми в Америке, но нужно отдать должное ученым, что полгода потребовалось для того, чтобы абсолютно точно проверить и сказать, что да, это сенсационное открытие, которого ученые ждали и которому шли в течение 100 лет. Открытие, которое поменяет наше представление о физике и об астрономии и может быть еще о чем-то. Я здесь не буду рассуждать, это не моя сегодня роль, рассуждать о физике. Я хочу лишь в начале нашего разговора сказать, что меня произошедшее открытие поражает еще с другой, я бы сказала, гуманитарной стороны. В наше непростое время представьте себе, что теоретическая наука ставит задачу и дальше последовательно, очень настойчиво и очень серьезно в течение 100 лет вся мировая научная общественность идет к достижению этого результата. Более тысячи ученых из 16 стран приняли участие непосредственно в том проекте, который привел к тому, что градационные волны были взбиксированы, в том числе ученые из России. Вот мне кажется, что такого рода вещи, они само представление о человеке. Вот как можно не уважать человечество и людей после такого рода вещей и событий. с удовольствием представляю вам людей, которые собственно занимались этим и готовы сегодня рассказывать. Ничего не напутала в начале? Не наговорила ли все? Все правильно. Хорошо, я очень рада. Валерий Павлович Митрофанов, рада вас приветствовать, доктор физико-математических наук, профессор кафедры физики Калибани, отделение радиофизики физического факультета Московского университета имени Луаносова и руководитель московской, я так понимаю, что российской группой, которая входила в эту коллаборацию ЛИГО, ЛАЙГО, ЛАЙГО, по-английски, ЛАЙГО, такое международное научное сообщество, вот как раз, о котором я говорила из... Да, да. То есть вы непосредственно руководитель русского направления и осуществляет все это соединение с большой группой ученых, прежде всего, американцев. Можно я немножко поясню? Да. Группа наша была создана много лет назад. В 70-е годы? Фактически, да. Профессором кафедры физики колебаний, затем членом корреспондентом Российской Академии Наук Владимиром Борисовичем Бродинским. И вот он фактически явился и основателем нашей группы, и среди ученых, которые занимаются поиском гравитационных волн, он тоже фактически принадлежит к тем основателям этого направления. Он один из первых в Советском Союзе начал заниматься этой проблемой вслед за опытом Вебера. Может быть, мы потом поясним, что это такое. Владимир Борисович Бродинский благодаря своей, его, без всяких, можно назвать выдающимся ученым, потому что он столько много всего придумал. до последнего времени он руководил нашей группой. Ну, а теперь уж так получилось. И фактически группа состоит из самостоятельных ученых, которым не нужно руководство. Вот я могу сказать. Я понимаю, что очень важно, что имя это прозвучало сегодня в самом начале нашего разговора. Теория относительности Эйнштейна. Да. Но до сих пор не зарегистрированы, остаются таким теоретическим предположением. Нет. Не зарегистрированы. Совершенно. Даже уже Нобелевскую премию дали. За что? За косвенное обнаружение, проверку формулы Эйнштейна для гравитационного излучения. В 1993 год Нобелевский комитет сработал. Секунду, секунду. Вы говорите нет, вы говорите да. Да, ну, и он прав, и я прав. Хорошо. Это, к слову, о логике, которая используется в описании квантовой механики и даже общей теории относительности. Нет. А что произойдет при двух сценариях, первый из которых мы сегодня будем обсуждать так или иначе в этой программе, насколько я понял, гравитационные волны да, будут обнаружены в эксперименте с помощью столь сложных устройств. Непосредственно. Непосредственно, да. Дали Нобелевскую премию за опосредованное. Опосредованное. А вот теперь непосредственно обнаружат гравитационные волны. Да. И это вот один сценарий. И второе. При всех попытках гравитационные волны не будут обнаружены, а общая теория относительности зарекомендовала себя как очень точная в предсказаниях наука. Да. Она инженерная дисциплина уже слабых гравитационных полей. Очень хорошо. Это высокоточная космическая навигация. Очень хорошо. Есть вероятность того, что гравитационные волны не будут прямо обнаружены? Нет. А вы как считаете? Я считаю, что они будут обнаружены. Хорошо. Теперь, когда мы об этом договорились, стоит напомнить, что вы сами разделили эфир на две неравные части. У вас 30 минут времени, у вас 20. Михаил Васильевич 20. Да. Значит, можно начинать? Конечно. Я начну издалека. Сначала был Максвелл. В 1865 году он обнаружил, что в его уравнении есть волновое решение. И это было опубликовано. И в среде очень небольшого количества физиков это была острая проблема. Гельмгольц своему ассистенту говорил, Максвелл знает, что есть волновое решение. Должны быть волны. Что это такое? Надо их обнаруживать, если они есть. Хотя оптика была, но никто тогда не знал, что оптическое излучение это тоже электромагнитные волны. Значит, в 1888 году ассистент Гельмгольца сделал опыты, которые известны довольно давно. Вибратор Герц разряжал банку на диполь, то, что сейчас стоит на крыше многих домов, антенны. Это дециметровый диапазон. И ухитрился разглядеть маленькую иску в таком же диполе, в таком же вибраторе, который находится на состоянии нескольких метров. Потом обнаружил, что можно отразить волну. Это была прямая демонстрация существования гравитационного излучения. Вот здесь надо сделать некоторый акцент. Акцент принадлежит Лоренцу, великому голландскому физику. Это то поле, которое отрывается от источника и существует сколько угодно долго, но распространяется, если вакуум, то со скоростью света. Значит, прошло семь лет после Генриха Герца рентген открыл рентгеновское излучение. То же самое электромагнитное, только другая длинноволна, маленькая. В действии еще раз меньше, чем оптический диапазон. Еще несколько лет прошло, всем стало ясно, что это единый спектр, только частоты разные, длинные волны разные. Дальше следующий этап середины войны, Первой мировой, Эйнштейн публикует общую теорию относительности. В линейном приближении она очень похожа на уравнение Максвелла. Она сложнее, но вот в линейном приближении она вот такая. Похожа. В самый конец волны он публикует еще одну статью, добавочную, уточняющую, что у него тоже есть излучение, которое должно оторваться от источника, существовать независимо, распространяться со скоростью света, только излучаться оно должно в обычных условиях очень слабо. Значит, почему? Ну, потому что говорят правильно, что гравитационное излучение это самое слабое из всех известных, гравитационное взаимодействие это самое слабое из всех известных. Ну, вот отношение энергетического заряда к массе электрона там большое число 5 на 10 17, в то время как у всех тел, у всех видов материи нам известных это отношение значит 10 минус 7 не плюс 17, а минус 7, значит, почти 25 порядков разницы. тем не менее статическое гравитационное взаимодействие обнаружили все тела во-первых обладают малым гравитационным зарядом гравитационной массой и они притягиваются все притягиваются нет отталкивания вот первый факт второй факт у всех тел отношение заряда к массе гравитационного заряда к инертной массе одно и то же это иногда называют принцип эквивалентности но по существу это вот закон природы опытный факт из этого к сожалению следует прям можно по Максвеллу это выяснить или по Эйнштейну это одинаково что дипольного излучения нет нет плюсов и минусов а есть только квадрупольные квадруполи это два диполя которые мешают друг другу излучаться есть маленькая ну вот такой маленький довесок и когда стали оценивать ну нельзя ли в лаборатории сделать опыт ну сделать ускоренное движение массы или две массы вращать вы сейчас возьмете тонну две тонны раскрутите до скорости так что лучшие стали еле-еле выдерживают и получите мощность излучения 10 минус 30 ватт очень мало первым через 30 лет после опубликации статьи Эйнштейна 18 года вот в 48 году замечательный советский физик Валим Сандж Фок сказал что значит ребята есть большие массы а стратегические он посчитал что Юпитер излучает 400 ватт правда на очень длинных волнах потом была пауза пауза длилась лет 10 и люди стали медленно и систематически рассматривать какие источники можно обнаружить ну вот подаренные природой много сделали российские физики советские в то время но хорошей модели не было пока не появилось открытие открыли нейтронные звезды нейтронная звезда это звезда которая имеет массу немножко больше солнечной порядка солнечной массы но она уместится плотная она она уместится в садовом кольце если можно сделать вокруг нее такой поясочек если нейтронные звезды могут приближаться друг к другу сталкиваться сливаться это будет потрясающей силой источник вот это первая задача которая возникла стала более-менее ясно быть формулированной в 70-х годах параллельно экспериментаторы фантазировали как же решить вот такую проблему найти тот вид излучения который значит по существованию бумаги уже давно существует ну значит был несколько этапов я их опущу с моей точки зрения ключевым был этап который связан с изобретением Меймана лазера мощный источник оптического излучения мощный и очень узкая линия ее ухитрились еще потом снизить сузить весьма существенно и получилось нечто замечательное теперь говорят что просто есть лазерная физика это собственно область физики где лазеры применяются для самых разных надобностей но сейчас ими это отклонение от темы научились ускорять элементарные частицы используя не гигантские машины а скромные установки на лабораторном столе получают сотни мегавольт на частичках это много будет больше ну вот я возвращаюсь вот к этому моменту в 62-м году практически сразу после изобретения лазера можно первую картиночку кстати о лазере он у вас в руках да но я пользуюсь не таким хорошим каким нужно значит два хороших человека хороших физика Миша Герценштейн и Слава Пустовой сказали нужно взять две массы и из них сделать антенну почему слабо происходит излучение и слабо происходит взаимодействие из-за той же квадрупольной природы нет плюсов и минусов значит только на неоднородности можно поймать обнаружить прохождение гравитационной волны а гравитационная волна это не что иное как поле неоднородных ускорений вот когда она через вас проходит она через вас проходит через меня через Михаила Васильевича мы удлиняемся в одном направлении съеживаемся в другом а потом в следующий полпериод наоборот они сказали что нужно использовать вот такую схему нежно подвесить два зеркала лазер сделать так чтобы расстояние между зеркалами равнялось чтобы был резонанс целому числу полуволн здесь поставить детектор это очень чувствительная игрушечка для измерения маленьких колебаний примерно примерно 6-7 лет была пауза и наконец вот 70-го года в Монсюзерском технологическом институте и в университете города Глазго где живут какое-то количество гордонов начались опыты на лабораторных условиях просто привыкали к зеркалам привыкали к тому что это не жесткая конструкция как обычно в оптике нежно деликатно подвешенная и вот три человека в 81-м году убедили Национальный фонд научных исследований выделить довольно приличные деньги на то чтобы сделать прототип антенны основанный вот на этом принципе это Рон Дривер Рэй Вайс и Кип Торн Кип Торн кстати теперь член нашей Академии наук российской почетный доктор МГУ очень хороший человек да и эти он теоретик а вот экспериментаторы не хуже сделали прототип кстати здесь уместно сказать что люди которые делали прототип с моей точки зрения это вот образец стопроцентной отдачи себя науке было потрачено вот с 81-го года по 96-й 15 лет почти не было публикации у 10 человек наконец они сделали прототип который начал измерять маленькие колебания значит насколько маленькие ну отношение дельта-эль относительно измерения примерно на уровне 10-19 при времени измерения сотой секунды вот эти числа близки к тому что нужно сделать но не совсем время примерно тоже потому что ну скажем от слияния нейтронных звезд около 100 герц должна быть всплеск со средней частотой около 100 герц ну вот дельта-эль-кэль вот это растяжение сжатия должно быть меньше примерно в 100 раз в этот момент в 96-м году тот же национальный фонд научных исследований США решил пора вкладывать деньги в эту программу всерьез потому что опыт показал что это как говорят англичане американцы дуэбл это можно сделать и вместо 40 метров сделали машину которую сейчас мы посмотрим на следующем кадре пожалуйста значит вот модель процесса две нейтронные звезды попавшие на относительно близкое расстояние такой у них был прицельный параметр сливаются они выдают всплеск гравитационного излучения редкое событие поэтому одной галактике здесь не обойдешься в галактике это бывает редко есть споры раз в 10 тысяч лет или раз в 100 тысяч лет то есть надо брать много галактик поэтому расстояние надо рассчитывать ну 100 миллионов может быть 200 для надежности световых лет или 1026 сантиметров а на Земле расположить вот эту комбинацию зеркал и лазера упрощенная схема но больше ничего естественно сразу спрашивается что нужно нужно вот дельта Элькель по крайней мере 10 минус 21 лучше минус 22 этот проект носит название LIGO Laser Interferometry Gravitational Wave Observatory и срок жизни этого проекта у него разные этапы есть ну вот примерно 30 лет здание аппаратура основные конструкции построены из этого расчета стоит он недорого одну треть подводной лодки подводная лодка ядерная стоит 2 миллиарда долларов а это одну треть и за 30 лет США производят две подводные лодки в год можно следующий кадр ну вот это вид с высоты примерно 50 метров с вертолета это главное здание здесь надземный туннель и здесь надземный туннель здесь зеркало здесь набор зеркал и вот это уходит туда 4 километра и там тоже кончается зданием и там тоже в конце трубы висит нежно подвешенное зеркало у меня сразу возникает вопрос простите не могу снова отделаться как нежно подвешенное я к этому да как это можно аннулировать шум как к этому подойду пожалуйста следующий кадр значит вот труба это вот я для масштаба а вот это труба я для масштаба да а это вот коллеги которые ухаживают их две таких антенны одна находится недалеко от Нового Орлеана а вторая недалеко от Сиэтла между ними 10 миллисекунд световых или 3000 километров так что можно работать с схемами совпадений и даже если удастся фронт различить направление на источник пожалуйста следующее ну вот опять же я для масштаба вот такой броневой броневая половинка туннеля из бетона сделанная для того чтобы трубу защитить вот это профессор тоже защититель этого дела значит вот там профессор Витчанин ну кадры не очень ясные можно и меня может быть узнать это студент дальше пожалуйста внутри большого здания много труб там система несколько сложнее чем вот то что я описал но основная сущность два зеркала и еще два зеркала и больше ничего ЧАН есть в ЧАНах стоят шедевры антисейсмической изоляции которые глушат ну порядков на 11 сейсмику пролезающую стремящуюся пролезть к зеркалу пожалуйста следующий камер ну вот если вы хотите подойти и вскрыть ЧАН и заменить там что-нибудь внутри вам придется надеть вот такие вот халаты наморники перчатки вот это я пыль не должна проникать потому что пылинка на зеркале это плохо пожалуйста следующее а каков размер зеркал вот оно это доктор Елена Армандуло держит зеркало в руках а вот его маленькая модель уменьшенных размеров с которой мы много раз игрались это стоит всего лишь 200 долларов и можно наиграться в сласть и что мы сделали я чуть позже расскажу а вот это стоит 50 тысяч долларов потому что оно покрыто 20 парами слоев которые очень хорошо отражают фотоны фотоны используются здесь многократно с тем чтобы не слишком много энергии тратить а получить повышенную вот чтобы добраться до цифры дельта L L 10 минус 21 или 22 нужно много раз использовать фотон и начальная мощность должна быть большой это дешевые зеркалы это не очень это 200 долларов всего лишь стоит а то 50 тысяч и покрытие еще 30 вот так теперь значит как избавляться от шумов ну одно вот один момент я значит отметил чан в чане антисейсмический изолятор ну набор плиток и пружинок у которых частота ниже той на которой мы работаем и значит они просто давят поглощают утешают волну сейсмическую которая ну в обычных условиях это 10 минус 4 10 минус 5 ну если частота повыше 10 минус 6 сантиметра но не 10 минус 16 который нужно чтобы было при 4 километрах вот цифра 10 минус 21 следующий момент вообще говоря не все так просто как я описал шумов действительно очень много и первый враг броновские шумы на каждую степень свободы приходится КТ на колебательную обычную степень половиночка КТ надо от них избавиться ну конечно можно было бы все морозить но это во-первых дорого во-вторых ну можно заморозить до 3 градусов в Кельном выигрыш всего лишь 100 раз по температуре а по колебаниям всего лишь 10 надо куда сильнее есть прием который был давно придуман он заключается в том что делайте систему высокодобротную механическую тогда вся энергия вблизи резонанса а на крыльях ничего а гравитационная волна сигнал вот то что заставляет сжиматься и сжиматься неоднородное ускорение ну скажем на 100 герц далеко и посему начались проблемы и вот к этим проблемам сейчас этот проект он сначала был национальный а лет 6 тому назад 7 он стал международным по существу к нему присоединились британская группа немецкая группа и две группы из России одна из института прикладной физики из Нижнего Новгорода а вторая из МГУ вот я к ней принадлежу вот немножечко о том что мы сделали ну вот профессор Митрофанов и его коллега Токмаков вот такое зеркало которое вы держали в руках вот именно такое же подвесили на неточках из очень чистого кварца в котором маленькое затухание акустическое то что нужно и сделали постоянное время затухания маятника маятник Галилея здесь ничего никакого так сказать никакой хитрости нет больше пяти лет при комнатной температуре до обратности 2 на 10 восьмой потом выяснилось что есть еще много элементов которые надо проработать например есть такая неприятность есть фриктуация температуры при полном равновесии температура тем не менее вашего левого плеча не равна правому и она немножечко все время дергается ну если взять все плечо то это малые доли нано-кельвина но этого достаточно чтобы если учесть коэффициент теплового расширения что появится ряд на поверхности зеркала в результате нельзя делать маленькое пятно лазерное надо делать большое это сделали мои коллеги Сергей Петрович Вильчанин и Михаил Леонидович Городецкий полный анализ и это сделали когда уже вся программа шла на полном ходу сейчас перестраиваются увеличивают размер пятно а на втором этапе Лайго 2 там будет пятно вот таких размеров с ползеркала есть наконец третья проблема самая серьезная значит все-таки маленькие величины значит дельта Л 10 минус мечта в 2010 году добраться до значит вот 10 минус 22 амплитуда колебаний 10 минус 17 сантиметра нет и здесь квантовых неприятностей они есть хотя температура комнатная и кругом полно частиц у которых энергии много больше чем ту энергию ну если говорить о энергии скажем поступательном движении которое можно обнаружить намного больше тем не менее можно избавиться значит ну вот такими приемами и вести или 20 килограммовое зеркало центромассово будет вести себя как квантовый объект значит вот известно что вот той постоянной времени о которой я вам сказал если вспомнить только вот одну моду один вид броновского движения этого достаточно чтобы в течение нескольких миллисекунд строго выполнялись соотношения неопределенности Гейзенберга фотоны стучат сообщают неопределенности импульса и координаты не может быть измерены точнее чем некоторый порог который ну уже его так сказать придумали его название стандартный квантовый предел который определяет соотношение неопределенности и временем измерения кстати сказать как ни странно этот порог был так сказать осознан относительно недавно квантовая теория 27-28 годы а порог в 67-м году был написан и мои коллеги понимали что он есть не очень понимали существо но чувствовали себя примерно так же как вы когда вам рассказывают о квантовой теории что есть волновые свойства у центра массы зеркало килограмм 10 в массе при комнатной температуре но при хорошей изоляции вот здесь так сказать наступает некоторый момент критический в поиске вся система рассчитана лет на 30 работы сейчас идет запись на двух антеннах сейчас запись закончится где-то в мае начнется обработка посмотрим нет не видно ничего а вдруг что-нибудь обнаружили но по-видиму нет дотянулись до расстояния немножко больше чем мегапарсек от земли по чувствительности надо все-таки ну 10 мегапарсек иметь заведомо эта цифра будет получена в течение ближайших пяти лет сомнений нет дальше начнется полная реконструкция и будут использованы вот в частности разработки МГУ и разработки из Нижнего Новгорода я опускаю технические детали но вот зеркало это шедевр технологического и физического искусства или если хотите науки как угодно называйте наконец дальше трудность есть и квантовое поведение есть и есть предел как его обойти ну есть рецепт он был найден относительно исторически недавно надо перестать измерять координату надо измерять ну например импульс импульс сам собой коммутирует во времени у свободной массы но вот это сделать не очень просто и надо как-то переделывать так чтобы не слишком дорого было потому что все-таки треть подводной лодки правда это дорого даже ну это же не на войну это же для удовлетворения любопытства ну да посему значит пришлось поработать есть элегантная модель предложенная моим коллегой профессором Харили можно обойти и относительно простые варианты наклевываются но они еще не доработаны и над этим предстоит работать так что все будет интересно и очень здорово положительный результат вот мы с Михаилом Васильевичем гарантируем но может быть так случится что он будет несколько позже чем мы хотели бы он будет теперь заведомо я могу сказать Михаил Васильевич дальше расскажет так сказать о более о других длинных волн и о других источниках но вот заведомо известно следующее что заведомо узнаем какова популяция сколько нейтронных звезд в галактиках и по форме всплеска узнаем каково уравнение состояния нейтронной звезды заведомо заведомо второе есть большая вероятность но не на первом этапе а на втором обнаружить более редкие события когда нейтронная звезда сталкивается с черной дырой вот тут будет момент истины для общей теории относительности есть черная дыра или нет нет то что есть плотное образование очень на них похожее сомнений не вызывают вот если у них корочка радио Шмартшильда когда гравитационный потенциал точно равняется все квадрат это означает что теория относительности справедлива до этой точки ну до этой величины вот на это никаких экспериментальных доводов доводов аргументов нет и посему это будет самое интересное столкновение нейтронной звезды с черной дырой или двух черных дыр значит вот профессор Торн которого я упоминал он говорит внутри черной дыры нет ничего кроме как пространства и времени это ну вот образец если хотите фундаменталистского фундаментализма фундаменталистического подхода к тому куда придет наука количество терминов количество сущностей должно сужаться с его точки зрения ничего кроме пространства и времени что же тогда образует эту страшную гравитацию и коризонт событий где масса это тогда если только пространство значит гравитационная волна это рек на поверхности кривизны кривизны пространства и времени да а источники ну особые точки можно чисто геометрический подход применить если считать что точки существуют их нет на самом деле ну что-то похожее на точки ну это особенность для ну геометродинамики так можно запрета нет ну фундаментализм здесь просто пока еще восклицает никаких рецептов и проверяемых на опыте результатов не дает рецептов